Шалом алейкум, друзья! Меня зовут Сергей, вы на канале Чайная Мастерская и сегодня у нас лайв выпуск, лайв формат, поэтому можно готовить завтрак, заваривать чай, включать меня фоном по дороге на работу, либо перед сном, потому что сегодня будем много разговаривать. Я расскажу о своей дебютной поездке в Европу, как побывал в Париже, в Барселоне, как там обстоят дела с хорошим чаем, что там люди пьют, ну и о многом другом тоже поговорим, поэтому устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, если вам такой формат заходит, это нам очень помогает в продвижении чайного контента. Ну, а я заварю себе прекрасный золотой ворс, шу-пуэр, чтобы бодрее разговор нашел и начну вещание. Собственно, о причинах поездки. Это моя первая поездка в Европу в таком более-менее сознательном возрасте. Мне кажется, где-то во времена своей школьной юности я бывал в Словакии, кажется, но там был лагерь и я особо как-то не походил. Ну, мне так, знаете, иногда нужно менять электростальский промышленный пейзаж на что-то более такое приятное глазу, что-то такое более живописное. Поэтому где-то в ноябре я был в Крыму, а здесь еще одна из причин поездки, кроме чисто эстетической, чтобы как-то посмотреть, как там живет народ, чем занимается и вообще как там загнивающий Запад поживает. У меня есть мой друг Миша, он профессиональный спортсмен, занимается хоккеем на траве, индор-хоккей, именно вот уровня мирового, уровня страны. Он уехал играть за местный клуб в Лиль первое время и потом начал играть именно в хоккей на траве за Дуэ. Это на севере Франции, соответственно, это мой лучший друг. Один из основателей бренда по Пандополос, с которыми у нас была коллаборация, мы выпускали мерч «Чайный путь». Здесь наверняка на монтаже где-нибудь прилепим, чтобы вы посмотрели. В общем, Миша один из основателей бренда, с кем мы эту коллаборацию сделали. Тоже пьет чаечек, занимается спортом и мой лучший друг. Соответственно, надо лучшего друга проведать. Я вот по этой причине обзавелся визой и полетел туда, посмотреть на Европу. Первый вопрос, который закономерно рождается у большинства людей после того, как они узнают, что я побывал в Европе, это какие проблемы в нынешней сложившейся ситуации и сложности, как мне дали визу, как я вообще туда смог попасть, какое-то приглашение, не приглашение. На самом деле, друзья, все было очень просто. Мне сделали... Капелька термоса на нас прилетела. Мне сделали испанскую визу без проблем, так как она распространяется на весь Шенген, я мог по ней, в частности, прилететь и во Францию. Сделали довольно оперативно, то есть я подал документы, собрал все, что там нужно, и буквально через две недели у меня была готовая виза. Довольно приятное впечатление, кстати, от взаимодействия с испанским визовым центром, то есть сейчас как-то так все подпрокачали, что я подал документы, просто подписал, чтобы мне курьерской доставкой доставили мой загранпаспорт потом, и вообще без проблем мне привезли это все в электросталь, передали в чайную сотрудникам, все это отдали, я забрал, и вот у меня готовая виза. То есть очень удобно. Второй по популярности вопрос, это как я добирался до Европы. Никаких прямых рейсов сейчас не существует, поэтому с пересадкой через Ереван, через Армению, плюс где-то плюс 4 часа к перелету, в целом терпимо. Хотя я не очень люблю летать, у меня до сих пор как бы такая всегда легкая тревога при посадке на борт, ну и там такие кресла не очень удобные, я прям как-то у меня затекает там части тела определенные, я прям небольшой фанат полетов, но как бы в данном случае был готов потерпеть. Плюс там задержка рейса, плюс там пересадка, нужно ждать Еревания, плюс меня пытались еще не пропустить далее, там возник такой вопрос именно в Ереване, в аэропорту, мне сказали, что где у вас бронь обратного билета, а я как бы никакую бронь не делал, не покупал обратный билет, потому что хотел уже на месте там сориентироваться. Здесь бы, да, сейчас рекламная интеграция для... Так, надо запикать его, ни в коем случае они нам не платили. Пересадки бесят, долгий полет, в принципе, тоже так как-то доставляет определенные неудобства, но не прям что-то такое, что невозможно вытерпеть, с чем невозможно смириться. Из таких еще бытовых неудобств это карты, то есть все, в принципе, знают, что карты российских банков временно отключены от SWIFT, и пришлось брать с собой наличку, то есть ввести туда котлету кэша, чтобы как-то там свое существование поддерживать. Вот, это как бы из таких, грубо говоря, неудобств, что было связано. Это пересадка и необходимость вот иметь либо наличку, либо какую-то вот хитрую такую карту из наших дружественных государств, которые не попали под санкции. У меня такой не было, поэтому я вез именно кэш. Про чисто бытовые условия. Я жил не в самом Париже, я жил в городе Ванов, чуть южнее, то есть вот сам этот Париж, где проживает 2 миллиона, и вокруг Парижа целая куча вот маленьких таких городишек, буквально 100 метров от вот такой юридической границы Парижа, и там как-то дешевле недвижимость, хотя в остальном это не сильно как-то логистически уступает. Чисто такая бюрократическая тонкость. Я снимал комнату у русских ребят, очень удобно, там буквально 2 минуты пешком до метро, и в принципе я мог добраться до любой точки Парижа без каких-либо проблем. С собой, естественно, я привез целую кучу чая, то есть у меня был вот такой отдельный чемодан и сумка, и сумка у меня была, вот прямо потом у меня там были пакеты с габой, с тигуанинь, у меня были уишеньские улуны, и, естественно, много-много шу-пуэра. Мне кажется, я с собой привез 2 плитки и 1 блинчик прям такой основательный, потому что я понимал, что в Европе хорошего чая я вряд ли там найду, либо придется как-то это все-таки где-то выискивать, а остаться без чая в чужой стране, друзья, это хуже, чем остаться без денег. Вот, поэтому с собой из посуды взял типот, несколько пиалочек, потому что предполагал, что жить буду не один, нужно будет начиферить и друзей по квартире. С чем я, собственно, успешно и справился. По итогу у нас там как бы уже туда вот во Францию, в Париж заказывают чаек. У нас, кстати, есть международная доставка, поэтому если вы вдруг где-то там осели в другой стране, не переживайте, пишите нам где хотите, в любых социальных сетях, в любых мессенджерах, делайте заказ, все отправим без проблем. Занимался ходьбой, вот, прям я проходил километров по 15, каждый день просто смотрел. Я в первый же день, когда прилетел, мы, значит, я заселился, положил все вещи, чифернули, я, собственно, заварил пуэрчик с товарищем, и в тот же вечер мы пошли гулять в центр Парижа. Посмотрел я на Триумфальную арку, посмотрел на Эйфельную башню, и вот, знаете, такое чувство было трепета, воодушевления, где я такой вот обычный парень из электростали, как-то вот накопил денег, слетал туда, и вот то, что видел на фотографиях, то, что видел во всяких справочниках, о том, что слышал, смотрел на видео, теперь могу это наблюдать воочию, ну, такой любопытный опыт. Внутрь не ходил, просто кружился там вокруг, там была большая очередь, а я не особо ходу по музеям, поэтому мы, кстати, вставим на монтаже, и я везде ходил с паэрчиком, там одно из видео, где я так возле Лувра сижу, и прям льется чаечек, там сзади пирамида, и я там такой... Отдельно сейчас будет разгон, по местам, по которым прошелся, и такой вот трепет, такое внутреннее чувство благоговейного трепета, вот трудноописуемое такое, что вот как-то вот получилось, так вот достиг, как-то много работал, и вот приехал туда воочию все увидеть, вопреки всем сложностям в сложившейся ситуации у меня получилось. Естественно, налепил туда стикер бодрейшего с видом на Эйфелеву башню, на монтаже тоже вставим, покажем, как это выглядело. В общем, остался очень довольным. Где-то два дня прям ходил с такой вот прям вау, ничего себе. В основном прогуливался, то есть как мой состоял день, я с утра проснулся, заварил пуэрочку, потом еще заварил пуэрочку с собой в термос, кинул в портфель, чук, и все, и пошел гулять. Кстати, про бытовые условия вызвало удивление, опять же, да, потому что я не особый турист, не особо хорошо все это знаю, не особо знаком с инфраструктурой. Холодно. Вот. В Париже оказалось холодно, и холодно не столько на улице, к этому я как бы был готов, холодно в помещении. У нас в России здесь центральное отопление, мы здесь топим настолько, что как бы зимой приходится открывать окошечко, чтобы проветрить, когда слишком жарко. У французов такой проблемы нет, у них очень холодно даже в квартирах, в помещениях. Я спал в термобелье, спал в худи, в шортах, еще накрывался одеяльцем, чтобы как бы не замерзать, потому что отопление есть, но отопление электрическое, электричество стоит дорого, и большинство людей лишний раз стараются как-то вот утеплиться самим, нежели там включать эту дорогую батарею. Вот. В какой-то момент там падала температура там до 8 градусов, я понимал, в помещении не сильно теплее, я прям капитально так продрог. Такие вот бытовые сложности. Еще один популярный вопрос, который задают, про забастовки. Еще будучи в России, у меня сложилось впечатление, что там просто какой-то ужас, кромешный ад, Париж утопает мусор и прочее. По факту, когда я приехал, в принципе, все чистенько, убрано, есть какие-то вот где локализованы такие вещи, где действительно много мусора, его не убирают, но в целом как бы такого впечатления не производило. Забастовки я очень хотел увидеть, но ни одной не увидел. То есть это, знаете, как такие ивенты, как такие концерты, то есть их надо прям подгадывать, смотреть, когда они там начинаются, и целенаправленно идти на забастовку, чтобы ее увидеть. То есть вот так вот, чтобы там ходили какие-то толпы людей, ну, я, по крайней мере, не заметил, ни разу не нарывался, не попадал на них. Какого-то там жесткого отношения, хотя, не знаю, может, я не очень похож был на русского. Когда у меня спрашивали, ну, типа, откуда вы там, я говорю, ну, Russia, Russian Federation, ну, никаких там вопросов. Были бы у тебя евро? Вот, как бы вот это единственный, мне кажется, показатель, который там важен, как бы там не столько важна национальность твоя, сколько количество денежек в кармане. То есть там все как бы решается без проблем. Поэтому никакого такого отрицательного или негативного отношения к себе не почувствовал, забастовок особо не встречал и на мусор не натыкался. Куэрочек. Блин, единственное, знаешь, что там? Там, короче, почему-то очень много бомжей. Ну, не прям много, но, знаешь, они вот как бы вот... Ну, вот ты типа у нас идешь, они где-то там, знаешь, иногда такие проскальзывают, они что-нибудь собирают там, ну, вот такие, они, знаешь, как санитары леса, только санитары помой. Конечно, там, ну, вытаскивают, куда-нибудь идут, короче, с какой-нибудь тележечкой тащатся, да? Ну, как-то вот так в глаза не бросается. Но вот в Париже каждое утро я иду от дома к метро, там подземный переход, и там каждый день сидит бомж. Один и тот же абсолютно. Один на скамеечке, другой сидит там вот на картонной этой и просит что-то по-французски, сеньор, месье, там, прочее-прочее, дайте копеечку. Слушай, музыканты там тоже есть, но есть прям бомжи. И вот такое ощущение, что бомж там, это прям профессия. Мы в какой-то момент даже пошутили, там, вот, что он в дождь не вышел, наверное, выходной себе устроил, то есть, мне кажется, он живет в каком-то доме, то есть, у него есть квартира, то есть, он не то чтобы бомж, он скорее попрошайка. То есть, он сестра такой наводит марафет, делает такие патлы, значит, засаленные там, делает какое-нибудь грязное лицо и просто надевает свои рванные тимбленды, такой, пора на работу, такой, знаешь, садится на эту картоночку и просит этот. Там был момент, Елисейские поля, то есть, это за Триумфальной аркой, от полей там мало чего осталось, это скорее такой, вроде, как премиум, такой квартал. Я, естественно, как это, по привычке говорю, сними меня, я заварю пуэрчик на Елисейских паре. И там прям вот просто комичная ситуация. Я стою, лью этот пуэр, говорю, Елисейские пары, и просто в кадр заходит французский бомж, и там это самое, Месье там дайте копеечку на своем, там, балакает, я язык не очень хорошо знаю. Нет, от него воняет, от него жутко воняет, он залезает, я думаю, чувак, я снимаю, как я пью пуэр на Елисейских полях, ты залезаешь, короче, в кадр, просто, и начинаешь очень сильно, очень сильно пахнуть. Ну, не знаю, вот стоит, как Сеня, который меня снимает, вот стою я, и вот заходит такой, он такой, знаешь, такой заходит, то у меня, у меня меняется выражение лица, потому что я понимаю, что он мне портит кадр, и тут он просто уже такой вырывается, понят, что ему ничего не дадут, и просто уходит, и очень сильно пахнет, очень сильно пахнет. Ой, кстати, еще разгон про деньги, спрашивают, ну, как там в Европе, как дорого, да, друзья, дорого, особенно в пересчете на рубли, в связи вот с курсом, я как раз был в Париже, когда курс евро соскакал до 90 рублей, ну, и по ощущениям, вот если это все местные ребята, вот кто русский, кто там живут, и говорят, не переводи это в рубли, это будет прям очень больно, это будет очень болезненно, здесь так, ну, как бы, это просто, просто смирись с этим фактом, и там действительно, как бы, кушаешь какой-нибудь фалафель, понимаешь, он стоит 8 евро, так в пересчете где-то раз, это где-то 800, 700-800 рублей, понимаешь, что как бы, самое лучшее у нас здесь шаверма стоит где-то там 250, да, со всеми, с королевско, с сыром, там, со всей этой историей, вот, так что, да, по ощущениям, там действительно дорого, там прогрессивная шкала налогообложения, и в целом, как бы, если там зарплату получают в евро, то вот в пересчете на местные деньги, ну, там, ребята просто могут, ну, нормально жить, но вот по ощущениям, ну, это не какая-то заоблачная у них там, эта история, я первое время ходил, думаю, как, как я сейчас купил шаверму за 800 рублей, за 800 рублей купил, как я вот сейчас на, за 15 евро там купил какой-нибудь супчик, вот, то есть, прям по ощущениям, это, не дешевая жизнь, хотя Париж, это туристический город, и там, в принципе, сам Бог велел, как бы, навариваться на туристах, там, Барселоне в этом смысле подешевле, ну, где-то вот 2,5-3 раза, в зависимости от района и заведения, это вот дороже, чем в аналогичных, вот, в России местах, там, в той же Москве, либо, там, не знаю, у нас здесь, в Московской области. Ну, я уже затронул, да, как проходил мой день, я заваривал пуэрчик, заваривал пуэрчик с собой, и просто шел на прогулку, садился на метро, доезжал до какого-то места, и там просто выходил, прогуливался, смотрел на архитектуру, смотрел, как устроена жизнь, как и современные здания, в том числе, выглядят, какие-то вот параллели с Москвой, где-то мог провести, думаю, ну, такое у нас есть, да, а в каких-то районах прям смотрел, так очень завороженно, думаю, блин, ну, вот такого я действительно в России не видел, очень, очень классно. Лувр, тоже походил, посмотрел, внутрь заходить не стал, большая очередь, и мне как-то не особо было интересно. На Монолизу смотреть мне было не особо интересно, прогулялся вот по этой площади Лувра, потом от самого Лувра, если идти к площади Согласия, где это, я не знаю, как ее называть, Стелла или что там, вообще французы очень угорают по всякой египетской теме, вот в частности, вот эта вот, не знаю, Стелла, как ее назвать, огромная эта башня, она стоит просто... Пирамиды? Нет, это вот стеклянная пирамида, это сам Лувр, и если вот от Лувра идти к площади Согласия, на площади Согласия вот такая вот Луксорский обелиск, а, ну да, представляет собой 18-метровую Стеллу. Вот, и между, соответственно, этой Лувром и площадью Согласия, там сад, фонтан, сад называется Тюэлери, сад Тюэлери, такие стулья стоят вокруг этого фонтанчика. При Чилле очень радовала погода, было солнечно, ясно, практически не было таких дождливых дней, вот как-то вот Париж в этом смысле подготовился к моему приезду. Булонский лес тоже там побродил, ходил в такое заведение, ну как заведение, это скорее формат такой галереи, что ли, он называется 59 Револи, вот, 59 Револи, это пятиэтажное здание, там у меня есть фотографии, вставим на моем этаже, пятиэтажное здание, где на каждом этаже, в своей комнате, как бы, есть художник, который непосредственно в процессе создания чего-то, то есть, они работают, можно прийти, посмотреть, причем это бесплатная история, просто за донейшн, там внизу можно оставить какую-то там символическую сумму, при желании, то есть, посетил, и на выходе можешь оставить донат, который, видимо, как-то распределяется между художниками, либо идет на содержание всего этого здания, любопытный такой опыт, такой экспириенс, побродить, походить, либо можно непосредственно у художников что-то наверняка приобрести, при случае, будьте в Париже, рекомендую посетить. Что еще? Люксембургский сад, то есть, я наматывал километров по 15 стабильно, до мозоли стирал ноги, потому что, ну, там приятно гулять, то есть, там, в принципе, больше нечего делать, можно приезжать в центр, просто выходить из метро, открывать гугл-карты, и топать, куда глаза глядят, где-нибудь все равно на какую-нибудь историческую ценность, да, наткнешься. Кстати, единственный, наверное, музей, который я все-таки посетил, и то не столько из-за музея, сколько из-за сада, это музей Родена. Вот, Роден, всемирно известный скульптор, если вы думаете, что вы его не знаете, вы как минимум знаете его, одну из самых известных скульптур, это мыслитель, мыслитель Родена, понял, да, это вот, о котором мы косплеили, из Ваврилсе, стоит ли быть чайным пьяницей, помнишь, где такое потрачено, да, то есть, это мыслитель Родена. Вот, это единственный музей, куда я зашел, посмотрел на этот касседрал, тоже его, это такие две руки сплетенные, тоже одна из его, или как, я не знаю, как ее продемонстрировать, прогулялся по парку, за этим музеем, это вот, тоже получил эстетическое удовольствие, врата в ад, у него, кажется, там тоже такая интересная история, короче, интересно, кстати, одна из интерпретаций, ну, мы там прогуливались с ребятами, они студенты, то есть, они вот в Париже, вот, московский вуз, вот, у них как-то это вот, типа представительство, они уезжают в Париж, там, бизнес-школу, там, именно вот за границей получать образование, в этом музее, одна из тоже работ Родена, врата в ад, кажется, они называются, то есть, такая монументальная, такие, прям, врата, с изваяниями, со всякой вот, такой, прям, скульптурой, да, то есть, она прямо во дворе, я не знаю, насколько это оригинал, или это воспроизведено, или он много таких дел, я, честно говоря, в этом, в плане, быдло, надо понимать, мы тут, мы тут пьем чаечек, как бы, рассуждаем о высоком, так вот, врата в ад, для меня это было, знаешь, про, ну, эмоции-то какие вызовы? Я скорее интерпретацию свою придумал, интерпретацию того, что врата в ад, это когда ты мыслями переполнен, вот это вот, несчастье, и когда ты сам погружаешь себя в состояние ада, когда демоны внутри тебя, вот эти мыслительные, не останавливаются, и ты не можешь это остановить. В моменте у меня, конечно, глубина переживания была больше, чем я сейчас выдал, сейчас, конечно, так глупо звучит, но ничего, делаем скидку, друзья, во-первых, это как бы уже чуть-чуть у меня смазался тот эффект, ай, ладно. Что у нас еще было? А, ну, базилика Секрикер, самое, по-моему, высокое место вот в Париже, тоже там очень классный, панорамный вид на город открывается, в принципе, с кайфом тоже туда прогулялся, посмотрел на всю эту историю, был в Диснейленде, это чуть дальше, то есть, вроде как, всемирная известность считается лучшим Диснейлендом в мире, это вот французский Диснейленд. Садишься на аналог местных электричек, едешь там в область, вот это вот все, Диснейленд. Туда специальный поезд, нет, нет, ну, как, то есть, там нет, там нет, там станция, да, станция, да, да, то есть, там вот станция, выходишь, и вот, начало вот Диснейленд, Walt Disney Park, там два их, вот такая история, я не особо разбираюсь, я вот поехал именно с девочкой, которая давно туда хотела попасть, я просто, чтобы до одной не ехать, составил ей компанию, ну, какой аттракцион больше всего понравился? Ой, Саня, ничего не говори, это очередь, там главный аттракцион, это очередь, там вот какой-то, я прям, вот это самое большое впечатление, я просто смотрю, я такой, там, вот мы на какой-то пришли аттракцион, типа Gold Miner, как, знаешь, под шахту золотодобытчиков, вот у времен золотой лихорадки, где-то час, час я стоял, ждал, пока мы дошли до этой вагонетки, чтобы проехаться, это знаешь, как, вот я на сноуборде катаюсь, и вот, ты вот, да, ты вот поднимаешься, минут 20, спускаешься 2 минуты, вот этот катарсис происходит, и снова 20 минут поднимаешься, да, и вот, вот ты отстаиваешь эту очередь, час, 3 минуты катаешься, выходишь, и как бы идешь в другой аттракцион, отстаивать эту очередь, там были какие-то специальные проходки, VIP-ы, но я этих тонкостей не знал, мы их как-то там, их, если заранее это планировать, продумывать, то это может получиться более-менее удобоваримая стоимость, и действительно, вот, быстрее можно пройти, но мы такого не делали, не знаю, внутренний ребенок мой как-то так не пробудился от этих аттракционов, в принципе, такого вот, какого-то чувства, знаешь, вот как было с аркой и эльфа, и его башни, его не было, типа, вау, Диснейленд, вот эта башня там, Рапунцель, короче, ну, самое, вот, ну, понял, да, вот эти вот замок, вот Диснейленда, я как, да, то есть я на это посмотрел, такой, ааа, понятно, ну и что тут, куда идти, единственное, там какой-то был аттракцион, знаешь, но это не столько аттракцион, сколько просто дерево большое, и типа домик на дереве, я даже не знаю, из какого-то мультика, я не помню, что это за домик на дереве, надо будет посмотреть, вот единственное, я такое подумал, вот взбирался на этот домик по дереву, такой думаю, я бы в детстве просто убил за него, я бы в детстве просто, я бы убил, чтобы у меня был такой домик, но сейчас такой поднимаешься, вроде ничего. Голдмайнер прикольный, там был отдельный аттракцион по Звездным войнам, слушай, ну, тоже такое прям, такое чувство, знаешь, живое... Тысячелетие какое-нибудь? Не помню, там, ну, то есть ты садишься, это как, как американские горки, да, то есть там садишься, такое чувство, в животике было такое, бабочки, знаешь, вот на нем с Индианой Джонсом прикольный аттракцион, потому что была такая петля, Голдмайнер тоже прикольный, потому что в какой-то момент там сквозь водичку такую проезжаешь, тебя такое вот это... Короче, такие самоадреналинные, типа, нравились. А мы только на них и сходили, ну, потому что на все такие очень базовые, мы там, знаешь, на кого ходили, на Пиноккио, вот, где там просто провозят тебя вот сквозь мультфильм, условно, вот сквозь всякие мультфильм, сквозь мультфильм, ты проезжаешь на такое очень медленное. То есть я понимаю, что это для детей вообще кайф, наверное, и в детстве такое ехать, как-то это, ностальгировать потом, это здорово. Но я вот в свои как бы уже почти 30 лет... Верно там не было никакого? Может и было, но как бы мы там... Вот мы пробовали, мне кажется, там часов 6, половина из этих 6 часов, это очереди. Это очереди и ходьба от одного аттракциона к другому. Говорят, что вот там вот это Диснейленд оригинальный, и рядом открыли Волт Дисней Парк. Говорят, что он такой вот более для взрослых и более с интересными аттракционами, более драйвовыми, более адреналиновыми, но это нужно либо покупать сразу в два парка доступ, либо отдельно туда выбирать, либо отдельно туда. Мы решили пойти в такой ортодоксальный Диснейленд. Не знаю, при случае можете сходить, если у вас какая-то такая детская мечта есть, и вас туда прям влечет, ну почему бы и нет? Я как бы остался так более-менее равнодушен, хотя где-то вот про домик на дереве пробудил во мне детское ощущение, детский трепет, детскую мечту. Расскажу об одном заведении. По субботам с ребятами, с русскими, мы ходили в местное кафе. Оно называется Rose Bakery. Ребята, Rose Bakery его называли довольно забавно. Вот это, кстати, место, которое я вам при случае рекомендую посетить. Очень классное. Можно там покушать киш, попить кофеечку. Оно находится прямо рядом с дачей Бальзака. Вот. Оно Роббальзак. И официанты, и продавцы говорят по-русски. Там открывается прекрасный вид на Эйфелеву башню. И сам дом-музей Бальзака, он бесплатный. По-моему, взять даже аудиогид, походить, посмотреть, вот где он непосредственно жил и творил. У меня все ассоциации были, что, во-первых, я знаю, кто это. Такой, вроде он как бы толстенький писатель. Я понимаю, что я не знаю ни одно, ну, ни один его рассказ, ни один его роман. То есть я ничего из Бальзака не читал. Поэтому под впечатлением от посещения дома-музея я вот решил даже купить на Элитресе Шагреневая кожа. О, Шагреневая кожа называется. Я вот приобрел и вечерами там почитывал. Решил соприкоснуться. Поэтому очень рекомендую Росбейкери зайти, скушать киш, попить кофе, посмотреть на башню, насладиться этим садиком небольшим и зайти заодно в музей. В один из дней я сел на автобус. Бла-бла-кар. Вот у меня всю жизнь как бы было мнение, что Бла-бла-кар это такой сервис, куда ты можешь просто вписаться в поездку в машину. Оказывается, там это гораздо более развитая история. Есть прям автобусы Бла-бла-кар, где ты можешь купить довольно дешевый билет и, в принципе, проехаться по всей Европе. Поэтому я взял этот автобус и поехал в Лиль. Это север Франции. Лиль, в принципе, довольно развитый город. Прямо региональный центр Северной Франции, где мы как раз должны были пересечься с Мишей. Миша там живет в Дуэ. Это где-то 10-15 минут от Лили. Это, по-моему, еще чуть севернее. Если Дуэ, это прям такая вот довольно скучная такая деревушка, то есть обычный чистый красивый европейский город. Там, наверное, классно пенсионерам, но в целом там довольно скучно и делать нечего. А Лиль, по нему можно погулять. То есть это тоже такая средневековая застройка. Узкие улочки, где-то совмещены там и автомобили ездят, и пешеходы ходят. Вроде как это раньше был какой-то порт, какой-то вот логистический узел. Сейчас, конечно, от этого нет. В принципе, туристы как-то вот живет чем-то этот городок, делает свои вафли. Поэтому пересеклись там с Мишани. А, до этого он, кстати, приезжал в Париж. Он приехал мне, погуляли по Париже, и потом договорились, что я приеду еще в Лиль, посмотрю на Лиль. Он там расскажет, как он там жил свое время, чем он там занимался. Прогулялись там, тоже там переночевали, сняли номер в отеле, побродили, покушали пиццы. Я отдал ему Пуэрчик, потому что он еще оставался там играть, чтобы ему было что пить. Кстати, я ему туда привез плиточку, он очень просил, говорит, я здесь без Пуэра погибну. Сань, ну хочешь, не хочешь, как говоришь, но пить придется. Тихо, 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 ты че, ты че. Отдал ему плиточку до дворцового Линьциана, сел на автобус, поехал обратно в Париж. Основное его впечатление после Парижа, после Парижа очень захотелось в Санкт-Петербург. Поэтому при случае, думаю, в ближайшее время обязательно устрою себе туда поездочку в северную столицу нашей Родины. Про чай, как обстоят дела с чаем. Я не знаю, как во всей Франции, расскажу, как в Париже. Я, естественно, попытался найти какое-нибудь чайное заведение. Вообще, если в двух словах, с чаем там все плохо. Люди пьют либо ароматизированную дичь, либо кофе. То есть Европа все-таки кофейная такая история. И хороший чай там нужно еще как-то поискать. Я, естественно, знаю, как гуглить. Я пишу там чайниц-ти, перис там как-то. Выгнал мне одно заведение, я не помню название. Помню только, что чайное, а рядом магазин, с БДСМ-игрушками, там всякие плетки, кожаная одежда. Я погнал чаечку и погнал. И погнал. Причем я там взял себе фалафель, как бы присел, ну вот рядом с этой чайной, чтобы не заходить с фалафелем. У меня даже фотка есть, короче. И вот это рядом чайная, а рядом вот этот БДСМ-магазин. Захожу, ну там китаянка, то есть какая-то китаянка, знает английский, потому что я во французском вообще не силен. И в китайском, собственно, уже тоже не особо что-то помню. То есть это формат магазина, и я так понял, говорю, можно ли у вас здесь попить чаю? Ну вот как в чайной, как я привык, как к нам можно прийти, как какие-то чайные клубы можно приходить. Я вот с товарищем, говорю, мы хотим заварить здесь чаю. Он говорит, о, no problem, вот меню, вот смотрите. У меня было какое ожидание, что у него вот меню, там 24 евро за тигуанинь высшего сорта. Я говорю, дайте мне гайвашку, дайте мне две пиалы, и я здесь буду пить. Она говорит, no, 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 one person, only one person. То есть суть в том, что вот я пытался ее уговорить до самого последнего. Говорю, дайте мне вот эту, дайте мне две пиалы, мы просто позавариваем чай. Она говорит, нет, это на одного, только для одного человека. Я говорю, ну в чем смысл? Зачем мне две гайвани с двумя тигуанинями? Нам хватит вот этого одного, мы просто попьем и пойдем дальше по своим делам. Но у французов так не принято. Насколько мне потом объясняли, что у них даже, когда ты приходишь в ресторан, вот есть меню на вот одного, либо вот надо заказывать две персоны. Нельзя заказать на одного и вдвоем покушать. Какая-то такая вот история, специфика вот местная. Так я и не смог уговорить. Меня как-то задушила жаба отдавать 48, да, евро. То есть я друга хотел угостить. Соответственно, 48 евро, я как-то так думаю, нет, спасибо. Поэтому мы взяли первосортную ТГшечку по, по сколько же там, по-моему, по 9 евро или по 8 евро. Там никакой гайвани, она просто дала им в стакан с ситом, знаешь, такое, залила кипятком, настаиванием подождала. Ну, так, СТГшка была, конечно. Причем я вот не понял логики. То есть вот она бы и заработала больше. То есть дай мне за 24 евро, а так я отдал 16. Вот как бы. И мы бы позаваривали, ну, не знаю. Там все как бы аргументы мои не проходили. Она говорит, а если вы в десятером придете? Короче, не получилось договориться с китаянкой. Проспрашивал ее тоже, как там обстоят дела, чем там занимаются. Спрашивал, как пьют французы вообще или не пьют, кто к вам приходит. Ну, и общий месседж, который она мне донесла, что, ну, то, к чему я, в принципе, умозрительно пришел, да, то, что французы пьют кофе, из чая предпочитают какие-нибудь ароматизированные чаи, либо чаи там какие-то с фруктами. Хороший китайский чай у них особо не в почете. И работают они в основном на опт, то есть отгружают просто чай в какие-то большие отели, очень дорогие, которые могут себе позволить хороший, качественный чай. Вот. И, соответственно, они больше с оптовиками взаимодействуют. А вот так, чтобы к ним приходить, вот какие-то частные люди, как мы там пришли, я чего-нибудь там хотел купить, либо попить чаю, такое вообще редкость. И так вот как-то не принято. Приходится еще бодаться, чтобы... Не, ну, это прям травма для меня. Я думаю, ну, почему ты мне не дала? Гашечки хорошие. И две пиалки. Ну, естественно, я не мог отказать себе в удовольствии взять какой-нибудь чайный сувенир из Парижа. Я... Что примечательно, не в этой китайской чайной. У меня очень странный такой осадочек от нее остался как-то. Я вот попил чаю, поблагодарил ее и пошел. Но когда бродишь по Парижу, всегда можно наткнуться на какие-нибудь такие интересные заведения, типа какие-нибудь барахолки, либо вот какие-то такие магазинчики специфические, в которые хочется зайти, просто что-то поразглядывать. И вот один из магазинчиков, это недалеко от Сены. Где-то там вот тоже в центре, там где Нотр-Дам-де-Пари и прочее. Магазин с японской всякой приблудой и японское кимоно. Я зашел в этот магазин, потому что тоже такая восточная тематика, и смотрю там, да, за них стоит посуда для саке и пиалы для чая. Есть таваны, прям вот именно для приготовления мати цеременального с бамбуковыми венчиками и прочим. А есть прям отдельные чайные пиалочки. Дорогие. Вот, по-моему, там японский фарфор. Я купил всего две пиалы. Одна, из которой я сейчас попиваю чай. И еще одна пиала, мы вставим на монтаже, я вам ее покажу. Она, к сожалению, разбилась. Не пережила перелет обратно и разбилась. Хотя она, конечно, классная, очень мне нравилась. Такая большая, открытая форма. Был тоже вот как память, как сувенир из Парижа. Про Барселону. Собственно, виза у меня была открыта испанской. Я в какой-то момент подумал, что будет таким хорошим тоном все-таки посетить страну, которая мне открыла визу, чтобы потом как-то вопросов не было, если я в какой-то момент решу еще раз посетить Европу. Поэтому я взял билет, там внутренний рейс каким-то лоукостером. Приятный, аккуратный перелет был с Парижа в Барселону. Снял там тоже комнату, причем я жил не в самой Барселоне, а Sunboy, кажется, это назывался. Это чуть западнее получается. Минут пять у меня было до станции и электричка буквально 15-20 минут, и я оказываюсь в Барселоне, там вот на площади Испании практически. В самом центре, где можно прогуливаться и также вот наслаждаться видами. В Барселоне тепло. Я прогуливался в футболке, в шортах, и по сравнению с таким вот холодным довольно Парижем, где я прям вот замерз в какой-то момент, мне прям очень понравилось испанское такое солнце жаркое. Что делал? Тоже гулял. Кстати, вот про апартаменты, которые снимал, интересное такое, то есть там сама конструкция здания, такой вот он с внутренним таким колодцем, там есть еще дворик с другой стороны, и вот ты выходишь на балкон, лимоны растут, прям лимонное дерево, там птички, такой садик, птичка в клетке, вот она каждое утро поет, тебя будет, это прям вот лепота. В этом смысле мне, конечно, Юг Европы понравился больше, с точки зрения вот природы и такой вот окружающей среды, очень приятно было. Средиземное море? Да, прям вот пляж, тоже мы туда ходили. В санбой особо делать нечего, то есть там прикольно жить, единственная там достопримечательность, которую я посетил в первый же день, вот как приехал, это сейчас я скажу, а, да, колония Гуэль, колония, где я посмотрел вот эту недостроенную церковь великого Гауди, Антонио Гауди, который, вот этот испанский архитектор, где вот у него была такая проба пера, где он уже применил вот эти все его всемирно известный вот фирменный стиль, хотя вот церковь так и не была достроена. Собственно, Барселоне тоже ходил пешком, гулял, кстати, такая просто вам любопытная деталь, я собирался в Париже, все собирал вещи, в финальный день там попрощался с ребятами, заранее собрал все сумки, я так основательно подхожу к процессу, потому что я всегда, когда собираюсь куда-то, у меня такое ощущение тревожное, что я что-то забыл. Я думаю, ну ничего не забыл, а по итогу я забыл там кроксы, в которых ходил дома. Вот, поэтому в Барселоне я купил себе новые. Много гулял, точно так же по Барселоне, в основном пешком, практически не пользовался метро, единственное, вот доезжал до электрички, доехал до площади Испании, с площади Испании, тут же открывается вид на, как же он назывался, там, по-моему, Национальный музей Каталонии, он так, это такой вот дворец, до него поднимаешься, это все очень красиво, помпезно, тоже так выглядит, ну, то есть изначально задизайнено так, чтобы производить на тебя впечатление, вот ты поднимаешься, там очень красиво, тоже открывается такой приятный панорамный вид на город, так как это на возвышение. Посмотрел там телекоммуникационная башня, Монжуйк, по-моему, она называется, это тоже чуть-чуть дальше, туда вверх, этот Олимпийский стадион, где проводились Олимпийские игры, 92-го года, если я не ошибаюсь, и чуть выше, там еще ботанический сад Барселоны. Я такие заведения люблю, то есть там тоже платный вход, с радостью как бы заплатил, у меня с собой пуэрчик, походил там, хотя вроде как сейчас не сезон, некоторые растения такие еще увядающие, либо там не цветут, но некоторые уже цветения, то есть насладился. И прямо пешком оттуда топнул уже смотреть на произведения Гаудия, дом Балио и дом Милла. Посмотрел, собственно, где уже там, чего Гаудия построил, то есть тоже наматывал километров по 15-20 каждый день. Что еще посмотрел? Что я там посмотрел? А, ну, Саграда до Фамилия тоже достраивают. Внутрь тоже никуда не заходил, мне не было особо интересно, то есть для себя такие какие-то штуки отметил. Любопытный, кстати, такой факт из чисто бытовой жизни, там местная марша Барселоны феминистических взглядов и такая вот за эко, био и топит за то, чтобы в самой Барселоне было как можно меньше автомобилей. Поэтому идет сейчас активная перестройка, там гуляешь по центру, там обязательно бывшие дороги перестраиваются в такие пешие тротуарчики. Где-то кто-то пересаживается на велосипеды, но большинство испанцев просто с автомобилей пересаживаются на мотоциклы. Поэтому очень много скутеров, очень много мотоциклов и идешь вдоль тротуаров либо на самих тротуарах, где это разрешено, очень много стоит мотоциклов. Триумфальную арку местную посмотрел, посмотрел на парк Цитадели, тоже там посмотрел на этот фонтан, но опять же еще не сезон, я так понимаю, что он не работает. Сходил, куда ходил, ходил, ходил. А, гора Тибидаба, Тибидаба возвышается над Барселоной, поднялся туда, посмотрел на этот собор, который сверху, посмотрел на эту такого вот простирающего руки Христа над Барселоной, который вот мне кажется в Рио очень похож, но в Барселоне такой есть, просто он поменьше. Если я туда поднимался на фуникулере, то обратно я решил спуститься пешком с этой горы, там довольно тоже такая аккуратная тропа, получаю большое удовольствие от трекинга, люблю гулять. Поднимался на бункер, там есть тоже такая местная достопримечательность, откуда открывается красивый панорамный вид на город, то есть видно это Саграда де Фамилия, там отель Парус, который вот на побережье, видно вот в принципе простирающуюся водную гладь. Это бункер времен какой-то войны, где раньше вот зенитки стояли, а сейчас это такая местная достопримечательность, в которую вот поднимаешься, тоже можно через парк Гуэля пройти, в который я, кстати, не попал. Вот такой любопытный факт, который меня вот такого русского человека, он немного смущает. Во-первых, платные парки, вот этот парк Гуэля, мало того, что там везде КПП, и надо как бы заплатить за вход. Я был готов заплатить за вход, но там продают билетики. То есть я подхожу к ребятам, я говорю, ну можно войти? Говорит, ну это типа платные. Я говорю, окей, сколько стоит, я готов войти. Он говорит, слушайте, на сегодня билеты уже раскуплены. Я такой думаю, это же парк. Какие билеты? Зачем нам билеты в парк? Там же очень много пространства, это парк, в нем ходят люди. Для меня такое вот стало тоже таким немного разрывом шаблона, то есть я представил, что вот на какой-то, не знаю, в Москве Коломенской ты туда зайти не можешь, потому что билеты распроданы. То есть для меня это какая-то вот такая аналогия чуть-чуть не... Ну, мне было непонятно. То есть в парк Уэлли я не попал. Но до бункера добрался, посмотрел тоже на Барселону, прошел там по итогу чуть выше там какой-то сад лабиринтов с какой-то тоже такой поместьем, замком. То есть довольно тоже ухоженный такой парк, естественно, с платным входом. Сходил на пляж, посмотрел на Средиземное море и в какой-то момент оно меня так заманило, я все-таки в нем искупался. Но вода холодная и как бы сейчас пока что не сезон. Местные там какие-то самые моржи уже купаются, но в целом как бы основная часть людей они чуть попозже открывают для себя купальный сезон. Кстати, вот что еще про Барселону? Преступность. Преступность развитая, именно такая уличная. Есть прям готические кварталы, в которые вот лучше в одиночку не ходить. Особенно девушкам, особенно небольшим, особенно с сумочками. Могут вырвать просто и убежать. Убежать и не догнать, не поймаешь. И такое разительное отличие отношения к историческому наследию вот в том же Париже и в Барселоне для меня тоже было удивительным открытием. Если это готические кварталы в Барселоне, это прям исторический центр. Это криминализированные очень кварталы. Там очень плохо развита коммунальная инфраструктура, там дешевое жилье, поэтому там много эмигрантов, там торгуют наркотиками, там могут устроить гоп-стоп и считается наоборот не премиум, а очень дешевым жильем. Более престижные кварталы это новостройки с хорошо развитой инфраструктурой, это отдельные чуть-чуть скучные, не такие красивые, не такие завораживающие районы. А вот в Париже наоборот, исторический центр, чем более такое здание, оно считается наоборот премиум жильем, а в Барселоне наоборот. Поэтому в эти готические кварталы лучше так аккуратно ходить, и я вот постоянно как-то так вот озирался, то есть я ходил с портфельщиком, постоянно проверял, как бы у меня там чего-то мне открыли, не вскрыли, и я там не остался без какой-нибудь без мобильного телефона, к примеру. В Париже такого ощущения не было. Если вдруг соберете в Барселону, будьте осторожнее, уличная преступность там довольно такая развитая. То есть меня обошло стороной, но мы заходили с ребятами в кафешку и у одного из наших ребят, хотя у нас была большая компания, человек 20, увели прямо вот сумку прямо вот из кафе. Мы там смотрели по камерам потом, как это вот технично пара провернула, то есть просто украли сумку. Такой рассказ про Барселону. А, и собственно, как там обстоят дела с китайским чаем. Вот к этому моменту у меня уже закончились запасы пуэра. Подошла к концу плиточка моя дворцового линца, на которую я брал для себя, и мне пришлось в экстренном порядке где-то вот на местности выискивать какую-нибудь чайную лавочку. Я когда гулял, видел там какие-то чайные магазины, низкосортный чай, ароматизированный, вот совсем не то, что мне хотелось бы пить, и естественно, а поэрх там ничего не знают. Поэтому я прям Chinese Tea в Барселоне нашел одну лавочку, причем вот я бы, если бы увидел такое название где-нибудь в Москве или еще где-то, я бы никогда в жизни туда не пошел. Она так и называется Fresh Chinese Tea. Там такое лого в виде китайского эмодзи с усами, то есть такая максимально максимально кринжовая, максимально желтая такая, знаете, с точки зрения маркетинга и дизайна, вот история. Я бы туда, конечно, никуда никогда не пошел, но я посмотрел остальные точки, думаю, ну там точно я ничего не найду для себя подходящего, поэтому сходил в эту лавочку, купил там блинчик за 45 евро, вот такой 357-граммовый, ну в принципе, достаточно хорошая шушка. Поговорил с, ну там, китайская женщина, соответственно, за прилавком, поговорил с ней как-то вот на ломаном английском, поспрашивал, как вообще в Испании, как в Барселоне относятся к китайскому чаю, вот такой хороший чай, как вообще приходит, кто пьет и прочее. Она, конечно, тоже рассказала примерно ту же историю, что предпочитают кофе, либо какой-то вот чай с фруктами, чай с цветами, и вот за настоящим таким китайским чаем, которым мы вот здесь пропагандируем активно, приходят либо такие вот странные люди, типа меня, которые знают толк в этом и знают, куда идти, целенаправленно приходят, либо местная китайская комьюнити, вот, то есть там, в принципе, тоже у них довольно развитая, как и везде, китайская диаспора, они вот приходят, те, кто знает именно вот вкус родины, кто ценит этот китайский чай. Кстати, тоже интересная такая деталь, что в чайной в Париже, что в чайной в Барселоне, меня спрашивают, ну, откуда я? Я с одной стороны говорю, I'm from Russia, он говорит, и вот идентичная реакция, oh, Russia, it's very cold country, вот у них всех почему-то ассоциация, что у нас очень холодно, и вот в Барселоне, я что, говорит, вы, говорит, все там пьете виски, я говорю, нет, мы пьем не виски, мы там пьем водку, и у меня все равно такое странное, думаю, ну, у меня в моменте такой думаю, а почему, почему у нас обязательно холодно? У нас сейчас теплее, чем-то у нас была довольно такая теплая ранняя весна, и там было у нас теплее, чем в Париже либо вот в Барселоне, я думаю, такая вот первая ассоциация с нашей страной, что у нас очень холодно, я такой думаю, ну, холодно бывает, да, зимой, и то не везде, возьмите Сочи, возьмите там куда-нибудь южные регионы, там у нас довольно тепло, там бывает прям довольно-таки жарко, причем, когда я узнал, говорю, а ну, откуда вы? Она говорит, ну, я там с севера Китая, думаю, ну, я думаю, что у нас не сильно холоднее, чем у вас там, вот, но как бы интересная такая ассоциация, пообщался с ней, вот, рассказал тоже, что занимаемся китайским чаем, вот в рамках вот России, тоже двигаем один из нас ведущих проектов по России, вот много посуды, много хорошего чая, и вот что любопытно было, что вот наша чайная, чайная, она вот по ассортименту, по товару, по качеству, во много раз превосходит, что эту барселонскую чайную, что парижскую, вот так обстоят дела, что в Барселоне, что в Париже, вот с китайским чаем. Чайная мастерская, лучший китайский чай, лучший китайский чай, чайная мастерская. Ну, и так как у нас лайв-выпуск, куда же без игр, куда же без фильмов, соответственно, в этот месяц, Сань, чьё? Мне было особо не до игр, так как я не был дома, и особо не до фильмов, поэтому у меня был чисто мобильный гейминг, я перепроходил на айфоне GTA Liberty City Stories. Это не особо популярная часть, просто по той причине, что она не выходила на ПК, она выходила на PS2, PSP, это изначально было вроде эксклюзив, на PS3 она потом вышла, и в какой-то момент её просто портировали на Android и на iOS системы. это приквел к всемирно известной GTA 3, то есть до того, как Клод приехал в Liberty City, вот мы играем там за этого гангстера, Тони его, кажется, зовут, до того, как начинают развиваться события GTA 3, где Клод там с Каталиной грабит банк, можно вот узнать, как там формировалась местная мафия. Поэтому после прогулок дневных, когда я уставал, приходил, ложился на кровать, вот запускал там на полчасика-часик эту игрулю и вот её перепроходил. Много не прошёл, да, открыл только второй остров и вот как-то уже вернулся. Из фильмов также ничего нового не смотрел, пересматривал. В Париже в какой-то момент решил пересмотреть Walks Wall Street. Я смотрел его всего один раз в жизни, вот премьерные показы, это когда ещё был прокат в кинотеатрах. Я помню его посмотрел, он как-то так про себя что-то там подумал в тот момент. И я не помню, что сподвигло меня его пересмотреть. Может, я какой-то обзор на Ютубе увидел. Люблю Ди Каприо, помню, что это классный фильм, решил его пересмотреть. Поэтому в какой-то из уютных вечеров я там устроился на диванчике, взял ноутбук, включил этот фильм, заварил себе Тигуанинь и с радостью его пересмотрел. А в Барселоне с человеком, вот с хозяином квартиры, вот с Артуром, кого я снимал жильё, мы в какой-то момент сошлись во мнении, что Гай Ричи это классный режиссёр и он так близок к русской душе, в России его очень любят и мы решили пересмотреть Джентльменов. Точно такая же у меня история была, я смотрел их его всего один раз в кинотеатре и тогда помню, ну, у меня такие смешанные он чувства вызвал, хотя Гай Ричи очень люблю, особенно такого ранней его работы, Большой куш, Карта, Деньги, Два ствола, вот эта вся история. Заварили габы, пересмотрели Джентльменов, тоже так классно провели вечер, я в этот раз без каких-то уже ожиданий и претензий его смотрел и в целом тоже получил удовольствие, думаю, ну, классный, бодрый боевичок под габу залетает вообще на ура. Вот такой получился рассказ, друзья, вот такой лайв-выпуск, надеюсь, было интересно, надеюсь, вы заварили со мной чай, либо уже как-то спите, либо успели позавтракать, либо по дороге на работу посмотрели его, задавайте вопросы в комментариях, если у вас какие-то они останутся, может, с радостью поотвечаю на них в других лайв-выпусках. Заглядывайте на сайт, у нас много новинок, свежий чай, много классной посуды, поэтому буду благодарен вам за поддержку, все-таки у нас чайная интернет-магазин, и в частности, YouTube-направление у нас развивается исключительно от доходов от нашей чайной, да. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, это нам поможет в продвижении нашего чайного ликбеза, чайного дела, популяризации чайной культуры в русскоговорящем сегменте, буду благодарен. Ну, приятных чаепитий и оставайтесь на чайной волне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!